Что такое венчурный фонд и венчурные инвестиции? Как работает венчурный бизнес? Это Никита, я поднимал инвестиции в России и США и сегодня я простыми словами отвечу на эти и многие другие вопросы про венчурный капитал. Когда нужно идти в венчурные фонды, а когда к бизнес-ангелам? Как принимаются решения? Зачем венчурным фондам акселератор? Погнали! Что же такое венчурный капитал? От слова венчур – авантюрный, высокорискованный. Венчурный капитал – это высокорискованный капитал вкладчиков, предназначенный для инвестиций в высокорискованной, быстрорастущей инновационной компании. Проще говоря, стартапы. В отличие от классических инвестиций, венчурные инвестиции по умолчанию подразумевают высокий риск. И поэтому в своих уже моделях они закладывают риск убытков и риск потери капитала. Но прибыльность и успешность данных инвестиций достигается за счет супер успешных компаний. Именно поэтому венчурный капитал и ассоциируется с инновационными компаниями, иначе говоря, со стартапами. Кстати, интересный факт, что средняя доходность, которую говорят сами инвесторы, на дистанции в 7-10 лет для венчурного капитала составляет примерно 30% годовых. Это несмотря на то, что мы все с вами привыкли слушать, что есть иксы и компании-единороги, которые стреляют. Почему это так? Да, потому что на одну-две из 10 компаний, которые инвестируют в венчурный фонд, остальные 8 либо выходят в ноль, либо вообще просто являются убытками. Именно поэтому средняя доходность является именно таковой. Так что же такое венчурный фонд? Как уже говорилось, венчурный фонд это организация, которая управляет венчурным капиталом. Как он собирается? Он собирается, как правило, одним-двумя партнерами. Возможно, самый известный пример, вы знаете, Николай Давыдов, который собрал свой венчурный фонд. Что происходит дальше? Что такие вот лидеры или, например, управляющие фонда, они находят инвесторов и получают так называемую аллокацию, то есть получают сумму фонда. И это очень важно не путать. Если вы слышите, что фонд, например, да, это ближе к российской истории, фонд, например, на 10 миллионов долларов. Это не значит, вовсе не значит, что у фонда на счете лежит 10 миллионов долларов. Это значит, что у фонда есть так называемая аллокация или коммитмент со всеми его венчурными инвесторами и партнерами на эту сумму. И когда фонд принимает решение инвестировать в какой-то проект, а я напомню, что 70-80% всех проектов умирает, 20-30% показывают прибыль, то управляющий фонда идет к своим партнерам и говорит, слушайте, у нас с вами была договоренность на миллион долларов. Вот сейчас мы инвестируем в одну компанию и с каждого партнера собирается по 100 тысяч. Бум! Готово! Есть ли венчурные фонды в России? Есть, но до них крайне сложно дотянуться. Отличными примерами венчурных фондов в России являются A&A Capital, Yellow Rocket, Funcubator. Я специально не называю в этом списке сколково, потому что если вы не брат, сват, зять и прочее, то для вас данные деньги просто закрыты. Кстати, напишите в комментариях, если вы или ваши, возможно, друзья или коллеги поднимали инвестиции от каких-то венчурных фондов. Давайте в комментариях соберем какой-то список реальных true-венчурных фондов, которые инвестируют в проекты в 2020 и в 2021 году. Другой составляющей рынка инвестиций для стартапов являются бизнес-ангелы. И если венчурные фонды инвестируют суммы, как правило, от одного и выше миллиона долларов, то средний чек бизнес-ангелов или венчурных ангелов, он составляет от 50, там в среднем до 300-400 тысяч долларов. И таких людей значительно больше. Есть ли бизнес-ангелы в России? Конечно есть. Но тут самое главное не попасть в ловушку, потому что 99% этих бизнес-ангелов или венчурных ангелов, они окажутся вовсе не венчурными ангелами. Если вам предлагают деньги под залог недвижимости, под залог вашей квартиры или хотят 51% вашей компании за то, чтобы дать вам жалкие 1-2 миллиона рублей, бегите от таких бизнес-ангелов. Это не бизнес-ангелы, это просто паханские инвесторы. Венчурные бизнес-ангелы вкладывают деньги в ваш проект, когда верят в вашу идею на те же условия, на которых вы получаете деньги от венчурных фондов и так как это работает вам во всем мире. К сожалению сейчас, ну или к счастью, в 2021 году многие действительно венчурные ангелы, бизнес-ангелы, которые инвестировали в следующие прошлые 5 лет, они уже переросли в фонды. Одним, наверное, из известнейших примеров бизнес-ангела является Алекс Мэн. Я думаю, вы найдете его в фейсбуке. Так как же работают венчурные фонды на самом деле? Когда только фонд собирается, то первые 1-2 года, если мы не берем большие фонды, которые делают прям постоянно, инвестируют стартапы, то многие фонды инвестируют в течение еще раз 1-2 лет, может быть 3 с момента их основания. То есть фактически, представьте, что собирается венчурный фонд на 10 миллионов долларов, за следующие 1-2-3 года он раздает весь свой капитал 10 миллионов долларов. Как правило, в среднем фонд инвестирует в 9-12 проектов, после чего на следующие 5-7, может быть 8 лет фонд переходит в некую пассивную стадию, он уже перестает искать новые проекты и помогает текущим его портфельным компаниям развиваться. Поэтому, начиная общение с венчурными фондами, очень важно помнить про активную стадию. Никогда не тратьте время на те фонды, которые уже несколько лет не инвестируют. Они вам помогут разве что только интро, но не дадут вам денег. По мнению Питера Тиля, одного из основателей PayPal и управляющего партнера Founders Fund, каждая инвестиция венчурного фонда должна иметь потенциал прибыли больше, чем весь сам фонд. Это первое правило, которому на самом деле следуют многие фонды. Для того, чтобы каждая инвестиция, которую делает фонд, потенциально могла принести столько же денег или больше, сколько сам размер фонда. Второе правило гласит так, что накладываются очень сильные ограничения на пункте 1, и поэтому эта индустрия работает именно так. Как же принимаются решения о венчурных сделках и о венчурных инвестициях в фондах на самом деле? Как правило, здесь работает правило, люди инвестируют в людей. Тем самым у вас должна быть либо звездная команда, то есть команда людей, которые сделали что-то уже успешное, с мощным бэкграундом, либо вы должны быть знакомым кого-то из фонда. Это работает везде и в России, и в Америке. Как только у вас появляется вход не через парадную дверь, не через общую воронку аналитиков и всех, кто просеивает вас, а только вы приходите по теплому интро, с вами абсолютно другой разговор. Поэтому я всем рекомендую применять технику talk to people, общаться с людьми и искать, искать двери, задние двери венчурные фонды. Но все же, не всегда компаниям действительно нужны инвестиции от венчурных фондов. Скорее всего, многим стартаперам, которые смотрят это видео и хотят понять, как это работает, достаточно будет бизнес-ангел. Поэтому ключевое отличие, когда вам нужно идти к венчурным фондам, а когда к бизнес-ангелам заключается в той стадии компании, на которой вы находитесь. Если у вас есть уже МВТ, Minimal Variable Traction, то есть наличие необходимого трекшена, тогда двери фонды вам открыты. Если сейчас вы откроете тех кранч и другие ресурсы, которые делают обзоры на фонды, то вы увидите, что фонды инвестируют, как правило, на более поздних стадиях, начиная условно такой пост-сид или сериус-эй. Когда с бизнес-ангелами действительно вы можете и имеете шанс получить инвестиции на уровне презентации, но только если у вас очень крутая звездная команда, очень сильный бэкграунд и вы знаете этого бизнес-ангела. Если вам нужен совет, что делать именно вам на текущей стадии проекта, то в описании есть ссылочка, напишите мне. У меня есть несколько свободных часов в неделю и мы вместе с вами подумаем, как сможем вам помочь. Зачем фондам нужны венчурные акселераторы? Это вопрос, который интересует на самом деле многих и многие пытаются попасть в акселераторы, чтобы получить что-то. Ответ очень простой. Акселераторы являются для фонда некой воронкой, которая либо подтягивает ему проекты, которых ему не хватает, либо отсекает условно лишние проекты, которые заведомо не могут пройти. Одним из известных примеров, наверное, фонда, который работает в России, точнее венчурного акселератора, является StartVentures. Но об акселераторах, о том, что они вам дадут, стоит ли на них тратить время и как правильно выбрать акселератор в России или Америке, будет отдельный ролик. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.